Привет осознанные! Я поздравляю вас с наступившим 2018 годом. В этом году я постараюсь еще более интересные темы для вас поднимать, привлекать новых друзей, новых гостей, которые будут рассказывать и открывать тайны жизни человека для того, чтобы вам становилось лучше, комфортней, гармоничней, богаче и изобильней. И сегодня у меня в гостях потрясающий человек Вимал Кирти. Он к нам приехал из города Казань. Вимал Кирти является сертифицированным ведущим ошем медитаций, почетным членом российской лиги массажистов и вообще очень интересным человеком. И сегодня Вимал Кирти нам поможет разобраться в теме тела и душа, как это взаимодействует и как через тело соединяться со своей душой, открывать свои эмоции и становиться изобильней. Вимал, привет! Привет! Или правильно к тебе, Кирти, обращаться? Как удобно. Мне почему-то удобно Вимал. Хорошо. Пожалуйста, расскажи немножко от себе, откуда у тебя такое интересное имя, откуда ты к нам приехал и как ты стал ведущим ошем медитации и что такое ошем медитации? Что это за энергия такая? Это имя я получил уже 20 лет назад. Это духовное имя в энергии оша. Оно значит чистый свет и я сейчас пользуюсь этим именем, оно мне нравится. Ошем медитации это разработанные, разработанные техники для современных людей, потому что мы современные люди, это особый тип. Это люди, которые живут в полном, но в очень глубоком стрессе, очень мало двигаемся и очень много думаем. Вот и эти техники, они направлены на соединение тела, сердца и ума, души, так чтобы все эти разные центры работали вместе. Три единый бог? Да. И тогда я хочу начать вообще тему разбора, скажем тогда, полетов. Все-таки я думаю, как бы правильнее сейчас будет от глобального к человеку, да, пойти? Да. То есть тогда я бы хотела задать вопрос, что у нас происходит со Вселенной, что у нас происходит со вселенскими энергиями и что нам этот год несет. То есть почему вот ты говоришь, что мы какие-то особенные, что много думаем и отрываемся от тела? Ну то есть по какой причине это происходит в глобальном смысле? Ну в глобальном смысле это происходит от того, что стимулируется только интеллектуальный центр, особенно через подавление нужд тела. А у тела есть нужды, которые тело хочет принимать и выражать. Вот. И если этот поток работает в обе стороны, хорошо. То есть тело принимает то, что ему нужно, правильное питание через еду, через мысли, через эмоции и через чувства правильные. И тело может выражать то, что Вселенная. То есть мы же такое, как канал. И все, что Вселенная нам дает, оно проходит через нас и выходит в трансформированном виде. Так вот, если этот поток сбалансирован, принятие и то, что мы выдаем наружу, тогда с нашей жизнью все в порядке. Но поток перестал быть сбалансированным очень давно и стимулируется только интеллектуальный центр в отрыве от всех остальных центров. На самом деле много можно сказать, много можно сказать, где поток нарушен. Но это такая вот сейчас основная тема. Можно уточнить вот для телезрителей, что значит стимулируется интеллектуальный центр? Ну, через образование, которое стимулирует только запоминание. Вот. И сейчас через все технологии, которые постоянно стимулируют, ну, все гаджеты стимулируют визуальное восприятие. Вот. И если раньше, допустим, как говорят, что в древности люди были в животе. Вот. Потом наступил момент, когда центр переместился в сердце. И, но у нас, у современных людей, это около трех тысяч лет назад произошло, центр переместился в голову. Ой, около трехсот лет назад, когда такая индустриальная революция случилась. Так вот, а что происходит сейчас с гаджетами? Что центр человека уходит даже из головы. И получается, центр уже даже не в теле, потому что все-таки голова — это часть тела, а он уже в гаджете. И человеку еще труднее соединиться с собой. И для этого нужны новые техники, новые методы, чтобы, ну, как жить с этой энергией. То есть сейчас с появлением огромного количества приборов мы еще дальше уходим от себя, от тела и от чувственного восприятия. Вот. Потому что тело — это такая, ну, не хочется называть это механизмом, но цельный механизм. Вот. А сейчас и там есть определенные центры в нашем теле. И сейчас основной центр, он даже вынес, вынесен за пределы нашей физической оболочки. То есть, по факту мы от себя отказываемся, получается? Нет, мы не отказываемся от себя, мы выбираем какой-то один аспект себя и даем ему очень много энергии, забывая про другие наши каналы и аспекты. Вот. И когда один аспект слишком стимулируется и захватывает собой, он становится как раковая опухоль. Вот. А то есть смысл в том, как вернуть баланс, восстановить, чтобы все наши, все каналы нашей энергии открылись. И сейчас, вот ты как раз сказала, что за процессы происходят. Происходит возвращение и исцеление такого чувственного и эмоционального восприятия и выражения. Потому что чувства и эмоции — это как наш бензин, на котором едет наше тело, ум, все наше существо. И если эти аспекты подавлены, искажены, то наша машина едет на плохом бензине или она может даже вообще не поехать. И это, получается, напрямую связано с взаимодействием человека с социумом, с энергией денег. Ну, то есть, я почему постоянно говорю про успех и про деньги, потому что это моя ведущая тема. И у нас все эфиры, как бы, ну, по идее, подводятся к тому, как человеку здесь стать более изобильным, успешным, чтобы ему именно как бы в физическом плане было намного комфортней. И поскольку я отлично понимаю, что обязательно нужно духовной жизнью для этого заниматься, и вот как, с чего начать соединение тела и ума. Ты же вот как раз этим и занимаешься. Я сама была на практиках. Это очень круто. Это реально круто. Ну, вот для телезрителей, чтобы вот они поняли, с чего начать-то хотя бы. Ну вот, как я уже в начале сказал, есть два потока. Входящий и выходящий. Вот. Входящий поток — это органы чувств, те ощущения, которые мы воспринимаем от жизни. И исходящий поток — это эмоции, которые мы выдаем. И то есть чувство — это то топливо, которое Вселенная заливает в нас. А эмоции — это то, что мы выдаем наружу. И именно через эмоциональный аспект мы можем творить. Потому что вот есть, ну, как все знают, про позитивную визуализацию, про мыслеформы. Вот. Это работает, но очень-очень слабо, если человек оторван от своих чувств и от эмоций. Потому что, получается, машина без бензина. Вот. И этот процесс еще в глубоком детстве искажается. Допустим, маленький ребенок. И ребенок, ребенок и мир. В виде папы, мамы, там, ну, окружение. И мир что-то дает ему. У ребенка есть нужды. И ребенок учится получать. Если он получает правильную энергию, то в виде любви, заботы, правильной поддержки, то ребенок вырастает гармонично. И центры постепенно балансируются и учатся работать вместе. Но ребенок периодически получает неправильную для себя энергию. И в этом есть смысл. Потому что мир несовершенен в этом плане. Что когда мы получаем некомфортную для нас энергию, в нас появляется определенная искра. И мы учимся эту энергию трансформировать. По-простому. Если ребенок не получает то, что ему нужно, ребенок злится или плачет. Если он получает какое-то клевое переживание, он радуется, веселится. И в этот момент ребенок выражает эмоции. То есть если он в гневе, ребенок выражает гнев. Если ему больно, он выражает слезы. Это первый опыт материализации. Когда ребенок учится что-то создавать. Потому что у ребенка еще руки так не работают, моторика. Он не может что-то тонкое еще сделать. Не может что-то дом построить, дерево посадить. У него есть только эмоции, через которые ребенок создает. И если в этот момент ребенка оставить в покое по-хорошему и поддержать его в этом процессе, то ребенок проходит через катарсис. Потому что первые попытки материализации в социуме и в жизни – это детский катарсис. Допустим, когда ребенок падает на спину, топает, бьет руками и ногами, ребенок материализует состояние в этот момент. Но если запретить это делать или поставить определенные ограничения, то ребенок не тренируется. И получается, эта энергия замерзает внутри. И когда тело вырастает, ум вырастает, то есть он определенным образом проходит через образование, но человек не тренировался в таком сильном, сыром выражении материализации. И когда приходит время социальных взаимодействий, время социальных взаимодействий – это процесс такой тонкой и деликатной материализации. Там очень много каналов, очень много потоков. И человек должен иметь доступ к такой тонкой энергии внутри себя, чтобы создавать что-то, если человек не тренировался в сырой энергии, он не получит доступ к тонкой энергии. Это про эмоции. То есть тот этап, когда мы вырастаем, через который нам нужно пройти. Как дети мы все проходим через катарсис. Ну, катарсис – это выражение сильное. Если мы правильно через нее проходим, то к так называемой взрослой социальной жизни мы готовы, и мы готовы к более тонким и деликатным энергиям, которые уже не разрушают, а создают. То есть наш бензин в процессе очищается, на котором едет наша машина. Поэтому во взрослом возрасте, если мы как дети это не сделали, я вот где-то была на группе, мы много этого делали, мы можем пройти через процесс освобождения этих эмоций. Вот такого сырого выражения. И таким образом мы разблокируем поток более тонкой материализации, которую потом мы можем использовать в социальной жизни. Вот это то, что мы выдаем наружу. Теперь процесс восприятия, наши чувства. На чувства ставятся определенные фильтры. На то, что мы получаем через эмоции от других людей, те мысли, которые мы получаем от нашего окружения, и то, что наше тело получает через еду и прикосновения. То есть и вот все, что мы получаем, если наша система не может с этим справиться, то наши чувства сжимаются и закрываются. И закрытые чувства – это значит чувство с определенной насадкой, фильтром. И тогда, даже когда уходит ситуация, которая нас раздражала, от которой мы сжались, но если она повторялась много раз, и сжатие продолжалось и продолжалось, то в какой-то момент этот фильтр становится постоянным. И любая энергия, даже если Вселенная заливает в нас бензин высшего качества, но если у нас стоит определенный фильтр, который этот бензин сделает более низкого качества. И вторая часть – это как освободить свои чувства на уровне тела, эмоционального мира и на уровне ума от фильтров. И есть ли возможность этот фильтр в итоге убрать? То есть который уже такой закоренелый? Да, конечно. Через активные практики, то есть через выводы, получается через эмоциональный вывод, да, из тела? Это только часть работы. Но тело – это база, потому что мы знаем себя как тело, мы живем в теле, мы себя с телом отождествляем. Даже когда часто от духовных людей это слышно, что я не тело, я душа, вот это неправда. Конечно же, в более глобальном смысле, да, наше тело принадлежит душе, но пока у человека тело подавлено, не может выражать открыто гнев, когда нужно, не может выражать слезы, не может радоваться, то подавленное тело, с ним очень трудно разотождествиться. Вот, легко разотождествиться и стать наблюдателем своих чувств, эмоций, тела и ума, когда ни в теле, ни в уме, ни в чувствах нет подавлений. Но мы вырастаем через подавление, вот, и мы полны подавлений. Поэтому даже духовный путь становится очень интеллектуальным, таким думанием о том, что я там душа, вот. И такие люди, как раз, когда они пытаются только думать, что они душа, они забывают о материальном мире и о балансе. Тогда начинаются и денежные проблемы, и семейные проблемы. Ну, много чего начинается. Можем поговорить об этом, кстати. Я с удовольствием об этом поговорю, да. То есть, особенно вот денежные проблемы, это, опять же, повторюсь, одна из ключевых тем. И меня очень много смотрят бизнесменов, и я думаю, что... Да и вообще, мне кажется, всем будет интересно, как... Я это называю на самом деле даже не денежной энергией, а изобилие, потому что это же могут быть и вкусные ситуации, и нужные вкусные люди, и... Ну, то есть, ситуации, в общем, да, и целом. Вот. Отношения кому-то вкуснее, да. То же самое, причем даже в отношениях очень часто как раз-таки и мешают деньги, то есть, их отсутствие. То есть, как вот это вот, да, гармонизировать все? Да. Хорошее слово изобилие. Даже можно добавить второе слово изобилие любви. Вот. И... Это способность принимать. И действительно, это касается не только денег, это касается всего. Может быть, изобилие друзей, изобилие путешествий. Вот я и говорю, что изобилие каждому уже свое. Да, изобилие свободного времени. Часто так бывает, что человек может иметь хорошую работу, вот, хорошие деньги, но за счет разрушения других аспектов жизни. За счет разрушения отношений, за счет разрушения отдыха. И вообще, это не изобилие. То есть, это изобилие, но частичное. И... Там много слоев в этой энергии изобилия любви. И этот канал есть внутри нас. И это вопрос активизации этого канала, способности принимать. И более глубоко под изобилием любви, есть другой поток, закон единства. Это более глубокая энергия. И часто, когда у людей нарушен поток изобилия любви, то есть способность принимать энергию от Вселенной, нарушен именно закон единства. Это более глубокий слой. Можно уточняющий вопросик. Что такое принимать поток Вселенной? Чтобы... Ну, как понять-то это? Это очень такое... Что такое принимание и что такое поток Вселенной? Это для уточнения. Это такое глубокое ощущение, что если я родился, я достоин, стало бы лучше. Вот. А что такое поток Вселенной? Это энергия, которая приходит к нам любыми путями. Через солнечный свет, через воду, через еду, через прикосновения, через музыку. Через всё, что угодно. Мы постоянно получаем поток Вселенной. И если у нас стоят фильтры, которые не дают нам принимать этот поток Вселенной, то сколько бы в нас ни вливали, мы будем ограничивать этот поток. И часто это из-за нарушения закона единства. Я ещё раз повторю. Закон единства — это такая базовая энергия, что любое существо, которое родилось, оно достойно лучшей заботы, лучшей энергии. Любое существо. Но так получается, что если в нашем уме есть фильтры и подавленные энергии, то обязательно в уме будет какой-нибудь враг. Ну, то есть, по-простому, это кто-то, кому мы изобилия не желаем. И я могу там желать изобилия всему миру, но если у меня есть, допустим, сосед, которому я изобилия не желаю, соседи — это особая тема, допустим, то я буду тем самым нарушать закон единства. И тем самым я и себя тоже буду отрубать от этой энергии. И вот эта работа с потоком изобилия любви и способностью принимать подразумевает в себе соединение вот с этой энергией, закон единства. О том, как я могу честно посмотреть на свой ум и посмотреть на его тени, на призраки в своем уме. То есть, по-простому, людей, которых я не люблю и которым я не желаю благо. Которым, что вот я желаю всем, но не ему или не ей. И такая маленькая штука разрушает этот закон единства. И неужели существуют люди, которые, ну вот, хоть кого-нибудь не любят? Ну, то есть, вот да, весь мир люблю, всех уважаю, но вот обязательно кого-нибудь не люблю. Обязательно все. Но кроме, смотри, кроме человека, который полностью открыл свой потенциал, полностью стал собой, у которого не осталось никаких теней внутри. Но получается, человек, у которого есть тени, который не знает себя, не знает свою силу, не знает свой потенциал, то такой человек будет постоянно сравнивать. Если кто-то в какой-то области достигает успеха, а человек тоже имеет это внутри, но не знает это про себя, то это будет выражаться как ревность. Ну, мы знаем это явление. То есть ревность, сравнение. И это есть... Никто из нас, ну, кроме там просветленных мастеров, полностью себя не знает. Что это может быть очень тонким, но у каждого из нас есть внутри аспекты, которые мы не признаем в себе. Если у кого-то это получается выражать, то мы будем ревновать. Вот. И тем самым мы будем нарушать закон единства. И у кого-то это проявляется очень грубо там, ну, на таких грубых энергиях. Но у кого-то это очень тонко, почти незаметно. Особенно там у духариков, у духовных людей, даже у медитирующих людей, вот эти призраки становятся очень-очень тонкими. Поэтому, но это есть у всех. И вот этот процесс освобождения потока изобилия любви и исцеления закона единства, он подразумевает открытие своих даров. И тогда вот эти тени, когда мы кому-то не желаем, изобилие любви, они начинают растворяться сами собой. Они как следствие. Я хотела спросить про детей. Допустим, в семье есть ребенок. Как правильно его поддерживать, чтобы он более-менее гармоничный вышел во взрослую жизнь? Как правильно с ним взаимодействовать? Вот ты говорил, что нужно ему правильно не мешать. Что значит правильно не мешать? И как, в чем вообще заключается забота о ребенке? Мы же понимаем, что воспитания не существует. Так, да, начну с того, что у меня своих детей нет. Но я свою родительскую часть проживаю очень хорошо. Потому что, когда я веду группы и работаю с людьми, я очень много забочусь о энергии внутреннего ребенка. Поэтому, как родитель, я на самом деле чувствую себя очень реализованным. И я поделюсь своими идеями. Так вот, это о том, как дать поддержку сильным сторонам. А сильная сторона, допустим, если ребенок хочет выражать гнев, когда ему нужно выражать гнев, это дать поддержку сильной стороне. Потому что, когда-то этот гнев, когда ребенок пройдет через бунт, пройдет через гнев, этот гнев станет любовью. Созидательной. Созидательной, да. Если не дать ему пройти через этот гнев, он любовью никогда не станет. Он станет такой вялотекущей обидой на жизнь. На всю жизнь. Что со многими людьми и произошло. Так вот, искусство быть родителем, насколько я понимаю, это поддерживать то, что ребенок хочет выразить в свои сильные стороны и не потакать слабостям. В чем слабости заключаются? А если родители не дают ребенку выражать то, что ему нужно выражать, то тогда любой нормальный человек почувствует вину. Если я кого-то в чем-то ограничиваю, если я живой человек, я буду чувствовать вину за это. И родитель в этот момент начинает испытывать вину, что он ребенку не дал выразить гнев, не дал поплакать нормально, не дал посмеяться. И тогда мы, ну, или родители из чувства вины идут на сделку. То есть, они начинают потакать слабым сторонам ребенка. Ну, по-простому даже закармливать его, задаривать ненужными вещами или позволять то, что ребенку на самом деле не нужно позволять. Нарушать там чьи-то границы или нарушать свои границы. Получается, сильные стороны подавляются, а слабые стороны стимулируются. И, ну, как... То есть, ребенку дается любовь, когда ребенок болеет. Только когда он создает проблемы, болеет, и тогда ему дают внимание. И ребенок учится и понимает, что именно так все и работает. А потом вырастает отвратительная дядька и тетка, которая манипулирует всеми вокруг. Ну, прежде всего, собой и всеми вокруг. Поэтому быть родителем и таким правильным воспитателем это увидеть сильные стороны в ребенке и дать им поддержку, даже если это некомфортно. Потому что ребенок проходит через ошибки, он учится и дать правильные границы, ну, там, где должны быть границы. А часто происходит все наоборот. Я очень-очень хочу, чтобы ты рассказал нашим телезрителям о работе с кристаллами. Потому что ты много работаешь с кристаллами, у тебя есть очень интересная штучка. Я думаю, ты сам ее представишь, чтобы я не неправильно ее не представила. Вот это вот поле материализации, что это такое, как это работает, зачем это нужно. И потом уже будет следующий вопрос. А то у меня так... Много всего, да. Да, это большая тема, кристаллы. Я потом кристаллы, фоточку прямо выложу вместе с записью. Да. Конечно, конечно. Да, быть с кристаллами, это вообще такое волшебство, это взаимодействие с другим видом сознания. Потому что вот мы, как люди, у нас определенный вид сознания, наш ум очень-очень быстрый. Ну, как наши мысли прыгают с одного предмета на другой. Вот. Это и есть наш ум. То есть мы смотрим на чашку, потом на микрофон, на стул, и в этом живет наш ум. Но есть много созданий во Вселенной и разные типы ума, разные типы сознания. И вот кристаллы, это такой базовый тип сознания. Они очень медленные ребята, они никуда не торопятся, они растут миллионы лет. И за миллионы лет они набирают много информации, много даров. И каждый кристалл, вырастая, действительно, это кристаллы, это как флешки, они хранилища информации. Есть кристаллы, флешки, есть кристаллы, жесткие диски. И когда мы можем успокоить наш ум правильно, чтобы ум расслабился, эмоции расслабились, тело расслабилось, то каким-то образом, иногда даже вспышками, иногда на дольше, мы можем прийти в сонастроенность, в резонанс с другим типом сознания. И люди, которые это могут, когда они приходят в резонанс с другим типом сознания, они становятся как переводчиками. То есть, такой человек может подключить, ну, как подключить эту флешку или этот жесткий диск к своему уму и получить информацию, которая росла там миллионы лет. Это очень-очень увлекательный процесс. И есть кристаллы, на самом деле, которые любят людей и помогают. Есть кристаллы, которые не очень любят людей, потому что мы люди очень любим власть, вот, и используем всю природу для разрушения, для своего удовольствия. Когда мы так делаем, то природа закрывает от нас свои дары. И многие кристаллы так и делают. То есть, они закрывают от нас свои дары и вообще тонкий мир, когда опасаются, что мы сейчас эту информацию используем для своего и чужого разрушения. Но когда наше подсознание, когда у нас нет внутри подавленной боли, подавленного гнева, когда мы расслаблены, когда мы в любви, в этот момент другие виды сознания начинают открывать нам свою информацию. Вот, и могут дать удивительные дары. Допустим, кристаллы, они удивительные приемники, усилители и передатчики любой энергии. Если знать, как поговорить с кристаллом, мне не нравится слово зарядить, потому что в этом есть некоторое насилие, как зарядить, вкладываю, хочет кристалл или нет, а договориться и пригласить, мне больше нравится пригласить определенную энергию в кристалл или пробудить, то получается, что кристалл становится таким мостом для роста нашего сознания, для нашей эволюции. Потому что в какой-то момент мы потерялись, мы очень далеко ушли от природы и зависли в повторяющихся историях. И сейчас многие кристаллы работают так, что они становятся материальным мостом для того, что они определенные потоки энергии чуть-чуть понижают, чтобы мы своим типом сознания могли этот поток энергии воспринять. Наше сознание немного выросло, тогда через кристалл может прийти еще более высокая энергия, чтобы постепенно наше сознание вырастало до тех пор, пока мы не сможем принимать эту энергию в чистом виде. Допустим, вот этот поток изобилия любви. Вот это поле, есть несколько полей заряженных. Одно из полей, поле пробуждения, там есть эта энергия, изобилие, поток изобилия любви. Это очень материально. И взаимодействие с этой энергией через кристалл, оно активирует этот поток внутри нас. Он есть внутри в нашем ДНК, внутри каждого человека. Но у кого-то он спит очень глубоко, у кого-то он пробужден немножечко, у кого-то он функционирует очень хорошо. Но это есть у каждого человека. И получается, что энергию это пробуждает не сам кристалл, а кристалл становится мостом, таким трансформатором и передатчиком, чтобы оживить эту энергию внутри каждого. Для того, кто хочет с этой энергией взаимодействовать. Вот такой вид работы, как я делаю, и он очень нравится. Мне тоже понравилось. Я была рядом с этим полем материализации, сидели как раз когда. Я еще очень-очень хочу поднять такую тему, как материализация я через эмоции. То есть по факту мы же можем получить все, что хочется, и мы как раз с тобой сегодня перед эфиром говорили о том, что есть материализация мужская и женская. Ну то есть когда человек... Сейчас я объясню. Мы кто мы такие? Мы творцы. То есть вот даже современная физика говорит о том, что это голограмма. То есть наша реальность это определенная голограмма. Очень хорошо прописанная, нарисованная, которая звучит, светится. И мы люди это такой канал между ну можно сказать таким божественным миром и нашей земной голограммой. То есть мы для того, чтобы как раз заботиться, чтобы быть каналом, через который тонкий божественный мир мог материализовываться здесь. И когда мы приходим в наше тело, каждый из нас, мы приходим или как мужчина, или как женщина. Но мы же приходим от папы, от мамы. То есть у нас есть у каждой женщины как минимум 49% мужского, у каждого мужчины как минимум 49% женского. У нас есть мужская и женская часть. Мужская часть это способность делать дела, творить энергию, двигать энергию, и женская часть способность воспринимать энергию. И для того, чтобы правильно транслировать тонкий мир, мужчина. этого нам нужно иметь контакт со своей женской частью, со своей мужской частью. И чем ближе наша женская и мужская часть друг другу, тем легче в нашей жизни происходит материализация. Если для того, чтобы нам что-то получить, то, что мы хотим, нужно много и тяжело работать, это показатель, что наша мужская и наша женская часть очень далеко друг от друга разведены и конфликтуют друг с другом. То есть человек, у которого мама и папа борются внутри, этому человеку очень трудно в социальном плане что-то достичь. Очень трудно. И люди, у которых вот это внутреннее папа и мама, внутренние мужчины и женщины близки друг другу, дружат и любят друг друга, социальная жизнь таких людей намного легче, проще и интересней. Потому что энергия, которая у людей с конфликтом внутри между мужским и женским и ходит на эту борьбу и на тяжелую работу, люди, у которых этого конфликта нет, вся эта энергия идет на творчество и материализацию. Так вот, это о том, как позволить своей женской части внутри чувствовать. Хорошо, я что-то хочу, допустим. Мне нужно вот эту машину, как пример. И мне, как мужчине и моей мужской части нужно сделать определенные действия или позволить определенным действиям произойти через меня. Но есть еще женская часть, которая принимает. и что происходит, если я, не учитывая свою женскую часть, которая чувствует и принимает, просто делаю действия или усилия, чтобы получить то, что я хочу, и получаю это, это возможно, то потом моя женская часть, которая это получает, если ей это не нужно или слишком, или даже может ранить это, ей приходится это расхлебывать. И для моей женской части внутри это будет определенным насилием. И тогда то, что я получу, не будет меня никак радовать. И вот эта внутренняя война между мужским и женским еще больше усилится. Поэтому процесс материализации вначале предполагает такое глубокое соединение своей женской частью, способностью принимать изобилие любви. Чтобы потом включилась мужская часть, поток творчества, который приходит, чтобы что-то создать и материализовать. Но вначале женское, потому что если женская часть не готова, то то, что сделает мужская часть для женской будет насилием. Это не порадует. Поэтому сначала ты начала наш разговор, что сейчас происходит очень глубокое интенсивное исцеление женской энергии. Для тех женщин, которые хотят, конечно. Потому что это не происходит без осознанных усилий. И это не только для женщин, это и для мужчин. Потому что, как я сказал, каждый из нас имеет и мужскую, и женскую часть. Мы родились от папы, от мамы. У нас есть женские и мужские энергии. вот, и сейчас происходит глубокое интенсивное исцеление способности принимать. И когда, если это произойдет, то тогда будет возможность для прихода мужских энергий. потому что мужские энергии на земле очень долго отсутствовали по-хорошему. Они присутствовали только в виде войны. То есть, мы все знаем проявление мужской энергии как такую интенсивную соревновательность, а не сотрудничество. То есть, мужчин, получается, учат соревноваться. Сотрудничество мужчин не учат. Но соревнования это подобие войны. Вот, иногда оно уместно, но почти всегда оно неуместно. Потому что слишком много соревнований разрушает природу и вообще то пространство, в котором мы живем. Так вот, мы очень долго знали мужскую энергию как соревновательность и как воинственность. Но если мужская энергия воспитывается только соревнований и воинственности, то и к женской энергии мужская энергия будет относиться тоже с позиции соревнования и войны. И тогда женская часть будет всегда чувствовать себя изнасилованной. О какой материализации тут может идти речь? Потому что процесс материализации это соединение мужского и женского. Это такая глубокая тантра. То, что тантра такое известное слово для всех. И при этом непонятное. Да. Люди часто думают, что это все касается только секса, сексуальных практик. Нет. Тантра это такое глубокое соединение мужского и женского. И человек, с которым произошла такая внутренняя тантра, становится мастером материализации. Тогда такой человек может желать и хотеть безопасно для себя и для окружающего мира. Потому что человек, у которого мужчина и женщина разведены и воюют, все его желания разрушительны, даже если они выглядят очень хорошо. Потому что они приходят через призму войны вот этих двух частей наших внутренних. Разрушительны имеется ввиду, что человек сам себя разрушает и соответственно все вокруг себя. Да. И мешает другим людям реализовываться. Да. Круто. Ну что получается, что когда если я что-то хочу, мне нужно максимально прийти в такую и почувствовать вообще в резонансе ли это со вселенной, в резонансе ли это с тем, ну что должно реализоваться по-настоящему с этим божественным планом, назовем это. Если это не в резонансе, это всего лишь желание моего такого раненого ребенка, который просто хочет и все, то тогда это будет разрушительным. И тогда, а если мы хотим что-то разрушительное, то мы создаем кучу последствий. И эти последствия нам приходится потом расхлебывать. Это уже карма, то, что люди называют кармой. И тогда вся наша энергия вовлекается в круг разрешения проблем. Если мое желание создало кучу проблем, то обычно у человека возникает идея, хорошо, сейчас я наконец-то сделаю правильное действие и исправлю проблему. Но так называемое правильное действие может еще больше проблем создать. и тогда мы создаем больше и больше наслоений. Вместо того, чтобы вернуться в свою чувствительность, восприятие, в свою женскую энергию, и прийти в резонанс, и почувствовать, на самом деле мне было нужно то, что я хотел или или нет. Но если я не дал себе этого пространства, а сразу прыгнул к действию, ну прямо к воплощению, не учитывая свою восприимчивую часть, это невозможно. Тогда я буду плодить призраков. Все так интересно. Слушала бы и слушала, но, к сожалению, у нас уже заканчивается время. быстро эфиры проходят, что говорить не наговориться. Я хотела еще, чтобы ты рассказал про эссенции, что это такое, и можно ли приобрести ли, можно ли. Да, конечно. Вот. Об этом даже сейчас, это скорее в области квантовой физики уже, ну современной физики, о том, что весь мир есть энергия, весь мир есть сознание. И я работаю с определенными, как хочется сказать, это жидкость, это вода, в которой добавлено немного алкоголя, то есть там нет никаких посторонних субстанций, это вода, заряженная определенным образом. А алкоголь используется как консервант. Допустим, вода без алкоголя может хранить энергию не больше суток. Если, ну, потому что мы знаем, что воду легко зарядить, вот эти кристаллические решетки, люди замораживают воду. Если в воде нет алкоголя или соли, то через сутки информация уйдет. Вот если добавить туда немного алкоголя, то вода, то энергия может храниться столетиями, на самом деле, очень долго хранится. Так вот, это определенная эссенция, один есть из волшебников классных в Англии, зовут его Эрик, удивительное существо. Он же скоро тоже к нам придет. Да, он будет в конце апреля в Перми. И через него приходят энергии определенных существ, китов, дельфинов, ангелов, бабочек, животных моря. И эти эссенции, энергии приходят для помощи нашей эволюции. Допустим, эссенции моря, они помогают развязать кармические узлы. Это как океан. Что такое океан? Океан – это морской целительный коктейль. Почему, когда нам плохо и нам нужна поддержка? Многие люди хотят на море. Просто возможность поехать на море и искупаться в море – это искупаться в целительном коктейле, где живут миллиарды и миллиарды различных морских существ, каждый из которых, ДНК каждого существа несет определенную целительную информацию для наших чувств и эмоций. И вот эти морские существа, их эссенции, они исцеляют узлы взаимоотношений, которые мы завязали или с нами завязали в этой или в прошлых жизнях. Бабочки, эссенции бабочек – это энергии солнечных духов. Мы зависим от солнца, и мы питаемся солнцем, у нас есть солнечное тело. За каждой бабочкой стоит определенный солнечный дух, и каждая бабочка – это материальное выражение солнечных лучей на земле. Так вот, эссенции бабочек, они помогают вибрировать нам ближе и ближе к энергии солнца. Ангелы, киты, дельфины – это существа высокого сознания, которые помогают нашей эволюции. И как это работает, я делаю определенную сборку человеку, индивидуальную. Человек приходит, и мы спрашиваем проводников, ангелов, хранителей, и собираем определенную сборку, которая поможет человеку разрешить определенные вопросы жизни, связанные с отношениями, с деньгами, с работой, убрать те препятствия, которые глубоко внутри, которые человек даже может и не подозревать об этих препятствиях. И потом человек принимает эту сборку или в рот капает, такая определенная гомеопатия, или там на третий глаз, или на макушечку. И энергия работает. Повышается вибрация очень высоко, и такое глубокое исцеление кармы происходит. Вот. И напоследок, пожалуйста, какой-нибудь совет для наших телезрителей, что им сейчас делать в данный момент, для того, чтобы как-то все-таки прийти к изобилию, законнектиться с собакой, с годом собаки. Мы сейчас перед эфиром сидели в кафе и просто пришел в кофейню огромный лабрадор. Мы нафоткались, наснимались. А лабрадоры, они связаны с дельфинами. То есть, на самом деле, лабрадоры — это собаки-дельфины. А дельфины несут энергию дружелюбия и правильного социума. На самом деле, если посмотреть на жизнь дельфинов, то дельфины у них идеальный социум, такой дружелюбный. Чему людям надо учиться у них. Так вот, в чем совет, если глубже и глубже заземляться в тело сейчас и освобождать чувства и эмоции. Потому что время, вот этот бензин, если он не очень качественный, действительно очистить его. чтобы вот эта машина, но каждая из нас это определенная машина, которая создала божественное для того, чтобы творить. И если в нашей жизни не реализуется то, для чего мы пришло, то каждый из нас будет чувствовать глубокое разочарование. Это неважно, сколько будет денег, какой будет партнер, если не реализуется то, для чего мы пришли, разочарование будет. Так вот, очищайте бензин, ребята. поработайте с эмоциями, с чувствами, с телом. Это очень важно сейчас. Мы можем помочь очистить бензин. Вимал проводит ошем-медитации в Перми. До какого ты у нас? На данный момент? Я думаю, на недельку сейчас. Вы можете записаться на индивидуальные консультации. Завтра будет групповое занятие с 3 до 7. Если кто... Есть еще места? Есть. Я иду обязательно. Если кто хочет, быстренько пиши мне. Я даю все контакты, где зарегистрироваться можно. Все-все-все расскажу. И вообще, Вимал, довольно часто же ты к нам приезжаешь. Да. И, как обычно, все ссылки, все контакты я выставлю в записи во всех наших соцгруппах на YouTube, на MagicScope, в ВК, Instagram. Все будет, вся информация дана. Можете лично писать, все спрашивать, все выяснять, обо всем договариваться. А так, я завтра прямо настоятельно рекомендую идти на групповые занятия. мы будем танцевать, соединяться с мужчиной и женщиной, пробуждать внутреннего ребенка. Все это очень классно. Спасибо огромное, что пришел. Надеюсь, не последний раз. Еще увидимся. Благодарю тебя. Я с вами прощаюсь. До следующих встреч. Пока-пока. Продолжение следует...